Сегодня Карагандинская гимназия номер один была в центре внимания ЧАЭСников. В городе проходят учения по аварийным ситуациям. Показательные тренировки ежегодные. Они проводятся в преддверии республиканского командно-штабного учения «Зима-2012». Подробнее в следующем материале. В гимназии номер один Казабикбийского района прошли показательные тренировки для представителей образовательных учреждений Организации здравоохранения коммунальных структур. Мероприятия по ознакомлению населения и инструктажу действий при экстремальных ситуациях проводятся ежегодно. В этом году под руководством Министерства ПЧС Республики Казахстан в период с 7 по 8 ноября будет проводиться республиканское командно-штабное учение «Зима-2012». Цель проведения этих учений заключается в том, чтобы подготовить все органы, силы, объекты хозяйственные к действиям в случае возникновения аварийных ситуаций в зимний период. Такие социально значимые объекты, как школы, больницы, детские сады, места скопления большого количества людей. Соблюдение правил по эксплуатации теплоснабжения в зданиях этих учреждений занимает особое место в технике безопасности. Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления ЧАЭС, основной целью проведения мероприятий является. Для чего мы проводим эти мероприятия здесь? В смысле показные, вчера в Октябрьском, сегодня в районе Казбек-Би. Для того, чтобы вы в своих учреждениях, все, что вы получите здесь, все знания, все, может, дополнительные, ту информацию, которую вы получите здесь, довели до сведений всего своего персонала, который работает у вас по обеспечению теплоснабжением ваших учреждений. Перед проведением наглядной тренировки на базе гимназии номер один для представителя различных учреждений района был проведен ознакомительный инструктаж действий при аварийных ситуациях в зимний период. Если возникает крупная какая-либо авария, там, предположим, на ТЭЦ, для того, чтобы не осталось системы воды, чтобы она не замерзла там, дается команда, дается распоряжение Акима города сбросить теплоносители со всего жилого фонда. Значит, я хочу отметить, что такие сбросы, когда идут полностью сброс, значит, они только лишь с указания Акимата района и теплотранзита. Также на мероприятии было отмечено, что в социальных объектах должны быть установлены определенные инструкции по необходимым действиям при аварийных ситуациях. Система оповещения необходимых органов по снабжению здания должна быть налажена. Показательные тренировки проводятся в целях повышения эффективности проведения занятий в организациях учебных заведениях. Аида Ибраева, Буржан Липов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.